Всем привет! Говорит GetFun, начался ранговый сезон. Это ни для кого уже не секрет, но я хочу выйти на связь и в общем-то начать делать видео про премы девятого уровня. Почему про них? Да потому что сейчас идет ранговый сезон на девятках, а это значит, что это отличный вообще, вот просто превосходный повод взять и сдуть пыль с девяток, посмотреть кто из них лучше и быстренько нафармить по 3 миллиона за каждую из наций, потому что сейчас идет та стадия марафона, когда необходимо фармить серебро. Ну а за сколько боев я справлюсь на Мусасе? Среднестатистический игрок, не сказать, что это мой любимый корабль, узнаем в общем-то в течение этого видео. Сейчас тут у нас много Мусаси, Жанмаров, нету ненавистного американского спамера торпедного, так что можно спокойненько постоять носом и поперестреливаться кто куда и зачем. То есть, в общем-то, обычный, знаете, ранговый сезон на девятках, потому что если всегда есть много Мусаси, значит это стояло вон носом и победит самый удачливый. Давайте попробуем прикрыть участкового на Блэке. Уже встречались с ним. Играет вроде неплохо, так что даже-даже заряжу фугасики вначале. Участковый в курсе. На самом деле, действительно, в этом бою сейчас выиграет тот скорее, наверное, или самый удачливый, или тот, кто первый утопит первую эсминцам. Я буду надеяться, что наша команда утопит первый. Ну, понятно. Линкорчики скинулись по линкору. Играем в домашку, не на победу. Так, мы давайте вот тут вот сейчас припаркуемся. Потом решим, либо будем циркулировать и убегать, либо будем долго тут стрелять. На всякий пожарный... О! Понятненько. Пока я писал, орла, засвет появился. И чё это? Попадание 460 миллиметров фугаса, я думал, должно как минимум стоить вот этому флетчеру хотя бы пару тысяч хитпоинтов. Что это? Что это такое? Ну вот, зато пока стоял, сторговал лицом урончик. Отомстим. Будем считать, что это Жан Барм прописал. Ну, лови, цитаделька большая и никакая. Ах. Так, ладно. Закинул где-то мне вот второй раз. И кажется, второй раз сейчас ещё хуже получится, чем первый. И... Нет, примерно так же. Так. Какая там золотую рыбку дед поймал? Третий раз. Сейчас давайте вон того вот товарища. Прощупаем. Ладно. Возможно, не самый лучший выбор был. Обстреливаться максимально дальние цели. Давайте будем стоять по таким же стоячим целям, как и мы. Вот по ним и точно не промахнёмся. Всё идёт сравнительно неплохо. У нас есть точка. У них есть точка. А за центральную точку идёт активная перестрелка. Причём, как видите, не подставляется. Красавчик. А вот Жан, смотрите. Жан там сейчас будет... Жан там будет сейчас стоять, да. Ох ж это... Суровое, беспощадное стояло вам. Так, ну, Жан, на самом деле, зря там решил постоять. Есть шансы то, что вот именно он, именно он начнёт серию неприятных совпадений событий для красной команды. Потому что так вот стоять перед 460-миллиметровыми стволами, это, конечно, не каждый сможет. Для этого надо как быть... Как минимум быть другим мусасей. А если ты, Жан Бар, то уж изволь двигаться. Слушайте, а участковый-то получает по лицу. Ну, удалуй, конечно, просто и пинчен. К сожалению, я не угадал. На кой-то хер, смотрите, удалуй пошёл и решил слиться. Ну, там, скорее всего, 46-й капует. Поэтому шансов у него не было никаких. Ой, слушайте, слушайте, слушайте. Жан. Давайте, давайте. Вот сюда. Струляем. Красавчики. Первый минус есть. О, слушайте. Я не угадал. У нас пробоина. Набирай воду. Сорок шестой, вот он рядышком. Непаладки устроены. Знаете, мне кажется, это отличный повод свалить отсюда. Оу-у-у-у-у-у-у. Блин. Торпеда прямо по курсу. Торпеда прямо по курсу. Ой, слушайте. Кажется, кое-кто остался без торпед. Мне кажется, звучит как повод встретить его. В подворотне. Так, судя по последнему засвету, он где-то вот сейчас вот тут вот будет выскакивать. О, блин. Ну, почти что. Почти что, почти что угадал. Направление, по крайней мере, угадал. С точным расположением промахнулся. А можно, можно, можно еще немножечко, вот-вот, 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 ребят, так-то. Ну, блин. 46-й сделан из чего-то очень крепкого. Серьезно, поиграв немного в тунду, что-то привык, что крупнокалиберные фугасы должны мелочевку просто разорвать. А я считаю себя достаточно крупным в этом бою. Ну, давай, давай, давай. Эх. Ну, вот, смотрите, ну, попадание на тысячу, но... Вот это что? Боря. Давай. Давай, не надо. Так, умирай уже. Надо заканчивать этот бой. Так, первая звездочка в копилочку и полмиллиончика. Ой, слушайте, уже половину задачи-то выполнили. Вот, а вот этот вот бой будет точно не похож на предыдущий. Потому что тут есть раз, два, три, три адовых спамера. Вот, если честно, я даже не ожидал, что Бенхамов чисто в теории может расплодиться так много. Откуда, ребят, откуда у вас... У вас... Вот, серьезно, не пойму, откуда столько времени ему на Бенхамов было. Это что же, ребята, вы... Вы целый месяц упарывались за этот прем? Ну, наверное, не зря страдали, не зря. Так, смотрите, Акс у нас, видимо, самый агрессивный. Наверное, хочет Удалова на... На Кратыше встретить. Так, давайте-давайте-то поддержим его. Как обычно, начинаем бой. Ёша-дрёша. Ну, ёша-мать его, дрёша. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ёшки. Ой-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё тут уже наверно победу празднуют снять аляску на первых минутах боя это просто сильно так-так-так-так-так неполадки устроены кто тут вкусняки то тут вкусняки подставиться это будет не джорджа это будет у нас слушать я хрен знает кто это у нас будет наверно все таки это будет джорджа красиво заворачивал же пропал из-за света оу 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 полегче гитфан сейчас же скажу что читер как ты без засвета попадаешь так ну давай давай сейчас какой-нибудь рандомный стадельку это был бы просто достичь фантастишь гуд вы слушайте смотрите а у нас жан барта самый смелый лишь надо так спрятаться а я думаю повторим и второй зал тоже получится не через попу вот-вот мой звездный час аляска циркулирует и и и и успевает циркулировать ехо-хо и бутылка рома так слушайте удал и засветился неплохо я все боялся то что возможно он будет за мной охотиться торпедами что-то перестраховываюсь дам и чё неужели не перевесить ну давай 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 лети 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 лепесток через север на восток ваха ай-яй-яй-яй-яй ну чисто в теории конечно это был классный залп с ваншотами и уничтожил уничтоживший жан баром но это в теории на практике в рандом сказал нет рандом сказал что жан-бар должен жить фу-ху-ху-ху блин на кропалях пацан остается жить так на чудо мим опа пора послушать вот он вот он звездный час вот сейчас я точно вам все покажу аааа а 4 сквозника я нет хотел показать ну давайте мне есть еще шанс а может и нету парень разогнался парень пошел вперед ех вот она судьба какая несправедливая и аляска смотрите прячется и ничего нет вот и сливчик ну но мы пытаемся конечно мы пытались вот если бы 4 цитадели вот она ультра пробить казалось бы был был готовый фраг остается только плакать увидев то что произошло кстати не посмотрел в том бою как повоевали бэхом и наверно очень классно ведь я звезду не сохранил так чё у нас есть жан бафула советский союз миссури бафал говорит сейчас всех прикроет на б с другой стороны знаете чем но ведь чисто в теории можно и поперестреливать если тут вот встать но кто-то там точно должен стоять но наверное этим кем-то будет союз а слушайте ты ты чё дружище хотел туда на центр пойти да ладно ты брось может я тебя наоборот уберег может и дольше проживешь ну 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 и чё я телепортироваться должен я может просто не знаю про какой-то секретный скилл мусаси такой разгон наруто да чё меня так на спозняки то прет ну и чё поэтому это и и и и и давай-ка мы сейчас расскажем что тебе стоять под нашими стволами совсем не комильфу так а чё у нас там жан в борт зайдет если что да уже по-моему заходит ну джорджа ты прям себя не пережешь смотрите и все еще стоит но как стоит идет зато мы узнали где смениться неполадки устранены так теперь у нас есть другая цель интересная другой жан с другого фланга он наверное думал вау какой хитрый я план придумал сейчас никто меня там не будет ждать и слушайте натуринг миссури блин ха это сколько же надо было время миссури чтобы он блин понял что засветившийся там жан выйдет вот-вот ему в борт а что же за особенный такой у нас миссури вот не только не таранься пожалуйста но не таранься же японские мать его городовые за таранится просто фантастик фантастик в таранец в линкор который блин тут уже знаете под стволами всей команды в натуре им надо было дофига времени чтобы вообще подготовиться к такому это же это же значит если тут кто-то засветился значит они просто боятся вступить в бой подумали они постоим-ка мы дальше бортом к этому проливчику а ничего страшного дилетанты в какой-то веке боле но и и гумчик ты ты еще чуть творишь пулья и сменец который перестелить 46 но все это просто фантастика причина на победу стараемся хотя просто хранить свою звезду это приорит слив ты вот слушайте вот две точки вот казалось бы она нотных и раз сливать вот вот югом вот зачем сливать зачем вот скажи зачем тебе солевать неужели ты настолько ненавидишь звезды что готов сделать все чтобы они от тебя убежали а просто фантастика ну и все сейчас мы кстати на очень долгое время просто встрянем да нет не стрянем 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 не стрянем она кстати в бойте закончился по сути может я успею еще давайте с разворотик у прям цитадель очки а не поводки нет сквозня чё чик не хочешь слушайте а джорджа который все это время танковал урон все еще жив целовек безумие торпеда по левому борту противника в победе торпеды пожарная тревога но привет мы все нет 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 мы не хотим себе борта мыть но мы пошли мы пошли зато фарм идет фарм стабильный идет ой слушайте а нам в этом бою повезду считаю вдвое больше чем обычно у нас еще есть афкшные семенец это просто дастишь фантастишь гуд то есть это это прям вот супер шансы на победу значительно увеличиваются если получается почти 15 процентов команда афк стоит у да вг явно меня не любит вот это вот это смотрите это пацан вообще он совсем не шутит это молитесь молитесь прежде чем не знаю прежде чем почувствуетесь на себе всю адовую мощь моей артиллерии сказал он и убежал за остров средства меня накажут сейчас вот за этот вот за эту циркуляцию а вот и нет а вот и не наказали а вот уже и поздно наказывать я так подумал а может и не поздно вот кстати вот а что то него сейчас смеется на том фланге планирует сделать интересно просто есть какой-то свой особый план недоступны мне сейчас сейчас судя по тому что оттуда ливень фугаса ушел не подозревает уж там свет стоит еще и пацаны ну наверняка не захватит точку но жаня но все вот по натуре 2 эсминца вот вот просто фантастик один закрыл себя и не может уже уйти второй тут что-то будет какой-то херню видим страдать превосходно а вот и бэнхэм которого я ожидал кстати поэтому стоять там еще было глупо идеей за это я сразу убегать стал айова вот натуре тоже как афкшник стоит айова Ух ты как Я знаете, что-то сейчас ощущаю, что в меня уже торпеды идут Это повод мне кажется, вот так вот притормозить и развернуться чуть-чуть Ой, слушайте, да тут еще и югом Вау! Это просто джекпот Это чертов джекпот В бою с двумя торпедными эсминцами напороться на амулсаси так, что эти два торпедных эсминца, в общем-то, будут сервизировать меня Пожарная тревога Торпеды за карбой Торпеды за карбой А, нет, стойте рано, еще рано радоваться Сейчас еще одну торпедку с хлопачу А, нет, не с хлопачу, вот в такие моменты начинаешь верить в то, что рандом все-таки хочет, чтобы ты побеждал Вот как можно после этого доверять людям? Грозился, значит, топить эсминцев, а сам цикливый бегает, даже на точку не наступает И кажется, вот теперь я вообще, я теперь в полной попе Сзади один торпедный эсминец, впереди другой торпедный эсминец Торпеды слева по борту Торпеды прямо по курсу Ну давайте, я сейчас уциркулирую, мне сейчас не доставят с борта Немного торпеда Ты че, 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 все промазал? Ну фантастика Ну че, попробуем давить засранцем Ну все, удалось тебе прям на стриме проотвечаться, так скажем Не увидели мы никакого такого похожего на такую снице фуму Еще одна торпеда проходит мимо Опасненько, опасненько Так, слушайте, ох, он айовый шот Но сейчас под меня второй верь пойдет, да? Сейчас пацан на двойной удар идет Но нет Давайте вот так вот закончим Грустную историю Ах, ах Как жестоко Так, слушайте, Югума вряд ли будет так безрассуден Неполадки устранены Да еша, матреша Только, блин, выключил фугаса Как на тебе Появился Не запылился Ну давайте Мусаси, гроза и эсминцев Сейчас мы покажем Где раки зимуют Сейчас он, наверное, думает Я от него убегаю И он такой думает А сейчас я его... Ой, нет, он ни хрена не думает Он думает Сейчас как на торпеды Как побольше торпеды Меня упадкнуть Злодей Ну две смог А вот это я, конечно, зря Поторопился Успели И палатки Ого Ого А вот Вот этот вот удалый Просто меня просто Раздражает Но господи Ну надо же быть таким Особенным Ох уж эти песочные ранги Пока проходишь Охреневаешь Ну ничего Куда деваться Надо тащить Надо тащить и такую команду тоже Кстати, а Жан мог бы И знаете, затораниться Ну, собственно говоря Вот мы и закончили Последний бой Который подарил мне эти 3 миллиона На этом, в общем-то, можно и заканчивать Вот, в общем-то Если планируете на Мусасе Фармить в этом сезоне Примерно все оно проходит Вот по такому сценарию Нравится он вам или нет Пишите в комментариях Ну и также не забывайте Жмакнуть лайк Подписаться на канал Ну и смотрите следующее видео Я постараюсь в ближайшее время Обкатать все прям корабли 9 уровня Чтобы показать их реалии В новом ранговом сезоне Ну и все, пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok